Интерактивная сессия по социальному проектированию прошла сегодня в точке кипения. Провел семинар начальник отдела методических рекомендаций Федерального ресурсного молодежного центра Александр Почкин, а инициировал региональный Минобор. Главной темой обсуждения стала возможность участия в федеральных грантовых конкурсах и разработка выигрышных проектов. Наталья Хмельева подробнее. Проводим исследование и движемся к тому, что мы выведем наш продукт на рынок. А первый у вас есть уже вариант? Да, я уже говорю, у нас нет. А первый вариант имеет сертификацию. Вопросы эксперта порой ставят в тупик, но польза от них ощутимая. Заставляют задуматься и увидеть слабые места в проекте. Пообщаться с Александром Почкиным, человеком вплотную, занимающимся грантовой поддержкой проектов молодежи, сегодня собрались более двух десятков ребят. Кто-то пришел просто послушать, кто-то принес на суд эксперта свою работу. Идеи, кстати, социально полезные. Мы хотим, чтобы как можно больше жителей Великого Новгорода и Новгородской области регулярно занимались спортом. И занимались не какими-то сложными видами спорта, а простыми упражнениями на турниках, на брусьях, на обычных спортивных и детских площадках, которые есть почти в каждом дворе города. В планах Дмитрия и его команды развитие движения «Воркаут». Востребованность у него уже есть. Новгородцы охотно участвуют в уличных тренировках и поддерживают акции. А вот для дальнейшего развития нужны средства. Впрочем, сегодняшняя встреча полезна и тем, кто уже выигрывал гранты. Например, Анна Кукушкина в прошлом году получала деньги на реализацию проекта в сфере экологии. Сейчас она работает над новым проектом. И помощь московского гостя будет кстати. Я на самом деле уже участвовала в первой волне, но, видимо, то ли я как-то его не доработала. Вот я сейчас сижу как раз просматриваю формулировки, цели, задачи и так далее. И если получится, просто озвучить хочется в работе, может быть, в непосредственном взаимодействии с экспертом, чтобы просто он со стороны оценил, чего не хватило, чтобы дальше пройти и получить гранты. В работе над проектом важно многое. Умение сформулировать цель, дойти до нее, составить план, оценить ресурсы и собрать команду. Об этом и говорили с каждым участником индивидуально. Разбирали проект, обсуждали, что было упущено авторами, что нужно додумать и доработать. Но семинар – это не игра в одни ворота. Мой приезд не будет, знаете, наставника дядьки сверху, а это будет, ну, какой-то обмен опытом. Безусловно, в центре собираются не то, что лучшие практики, а разнообразные практики. Собираются разный опыт. Ну, попробуем его транслировать для ребят. То, что им нужно, возьмут. Что не нужно, придумают свой. Применить полученные знания ребята смогут уже скоро. Впереди вторая волна Всероссийского конкурса молодежных проектов. Сроки проведения еще уточняются, но ясно одно – время доработать проекты еще есть. А там и шанс получить финансирование, более чем реальный. Наталья Хмелева, Андрей Шестаков, Новости, Новгородское областное телевидение.